Разминка, повторение шагов, отработка приемов и после этого в бой. Средневековый, правда без хаотичности и жестокости. Для детей есть строгие правила. Юные спортсмены отрабатывают техники, приемы, изучают искусство фехтования. Историческим боем интересуются и девочки, и мальчики. Мне нравится, потому что я всегда хотела научиться драться на мячах. Например, прыгать на тумбу, бить по балде, спарринг, физическую подготовку ходить. Мне сказали, что у тебя очень много медалей. Сама не считала, не знаешь сколько? Больше 10. Здесь занимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. Владелец клуба и главный тренер Виталий Корякин работает с молодежью с 2018 года. Клуб требовал немалых финансовых вложений. Менялись залы, закупалось оборудование, доспехи, мячи, а для детей специальная экипировка и инвентарь. Мощный удар по бизнесу нанес ковид. Сейчас число посетителей растет, в связи с чем и понадобились дополнительные средства на развитие. Доросли до развития зала и до того момента, как стали привлекать молодежь, потому что дети – это будущее как любого спорта, так и нашего. Бизнес Виталия относится к проекту с общественно полезными целями. Отсюда и государственная поддержка. Деньги предприниматель потратит на закупку инвентаря и оплату аренды. А еще на полумиллионный грант могут претендовать. Бизнес социально значимым проектом, деятельность которого направлена на достижение общественно полезных целей. Это все, что связано с отдыхом, оздоровлением, воспитанием детей, психологической поддержкой и т.д. А также бизнес, который поддерживает социально уязвимые категории граждан – инвалидов, пенсионеров, многодетных родителей, беженцев, участников боевых действий. Например, работодатель трудоустраивает граждан из вышеперечисленного списка. Или реализует товары, работы и услуги, которые они произвели. Или производит товары, работы и услуги, предназначенные для граждан из этой категории. Предприниматель пишет бизнес-план, отражает, какие он хочет возместить расходы. Расходы могут быть арендная плата, приобретение мебели, приобретение необходимого оборудования. У кого-то по некоторым направлениям можно, допустим, и возместить часть приобретения сырья. Документы для участия в конкурсе можно подать до 16 октября в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Об условиях и требованиях там расскажут подробнее. Всего объем поддержки составит порядка 100 миллионов рублей, а это на 20% больше, чем в 2022 году.